Подтягивается при помощи мамы, но в мыслях делает это сам, признается Влад. В реальности без посторонней помощи 12-летнему мальчику не обойтись. Половину своей жизни он провел в инвалидном кресле. Шесть лет назад у Влада начала болеть спина и месяц медики не могли поставить правильный диагноз. После того, как мальчик потерял чувствительность, сделали МРТ. Оказалась врожденная аномалия. В утробе, когда плод формируется, внутри позвоночника столбца образовался сосуд. Внутри у нас, где спиной мозг, там нет вообще сосудов, то есть их там нет. Он вот образовался, поэтому врожденная аномалия. И как раз шесть лет было ребенку, была фаза роста, то есть внутренние органы успели вырасти, а скелет не успел. И сосудиком мало места стало, он лопнул. Спиной мозг атрофировался. Ноги потеряли чувствительность. А врачи, по словам мамы, место предложения полноценной реабилитации дали совет. Готовьте противопролежную кровать. Это невролога. Простите. Кровать не понадобилась благодаря железной воле Влада. Парень занимается спортом. При весе в 29 килограммов может отжать 35-килограммовую штангу. Жжу штанги, потому что развиваю свою мускулатуру. И самому просто нравится. Ты часто летаешь на самолете? Да. Нравится летать? Да. Чем? Что просто вижу облака, города. Раз в три месяца Влад с мамой вынуждены летать на реабилитацию в Москву. К сожалению, такого центра, подчеркивает женщина, в нашем регионе нет. Реабилитационного центра достойного, чтобы был у нас в Алтайском крае. Не обязательно хотя бы Барнаул, там, да, ну, ближайший какой-то район. Хотя бы даже отдаленный куда-то можешь с ребенком приехать и полноценно заниматься ребенком. Но пока нет. В Краевом Минздраве ничего конкретного о возможных планах по созданию отдельного центра для медицинской реабилитации не сказали. Но пообещали возобновить работу санатория при детском психонерологическом диспансере, который долгое время не принимал нуждающихся. Потому что использовался для проживания сотрудников ковидного госпиталя. То есть сейчас санаторий готов к открытию. Я думаю, это случится, по-моему, с 9 числа следующего месяца. То есть мы оценим реабилитационную площадку. С учетом пожеланий мам детей-инвалидов с ограниченными возможностями, в том числе, будем двигаться в направлении совершенствования реабилитационной помощи именно на этой площадке. Через несколько лет к вопросу развития детской реабилитации планируют подключиться и Центр охраны материнства и детства. Что касается Влада, то после нашего обращения в Минздрав стало известно, что мальчика уже ждут в Центре и готовы оказать помощь. Только в случае постоянной реабилитации целого комплекса разных мер можно будет надеяться, что заветная мечта мальчика сбудется. А о чем мечтаешь? В... Побегать. Валентина Аскерова, Александр Андропов. День с толком.